Неделю назад я вернулась из Рима, где принимала участие в дискуссии о деколонизации России, которая проводилась в рамках Европавильона. В этой дискуссии также приняли участие другие члены Лиги Свободных Наций Руслан Кабасов из Башкортостана и Рафис Кашапов из Татарстана. Перед этой дискуссией у меня была возможность поехать на площадь цветов и почтить память героя моего детства Джордана Бруно, которого сожгли на площади цветов 17 февраля 1600 года. Интересный факт. Римская католическая церковь до сих пор не признает своей вины в смерти великого ученого-гуманиста. Они считают, что инквизиторы были правы, они до последнего пытались сохранить ему жизнь. Кто же виноват, что Джордана Бруно был такой упорный, такой стойкий и не отрекся от своих взглядов? Сегодня с удивлением я обнаружила, что, оказывается, нынешний римский папа Франциск выступил в интервью американскому журналу и иезуитскому журналу Америка и назвал бурят и чеченцев наиболее жестокими представителями российской армии. Он сказал, что наиболее жестокие люди, которые, то есть из российской армии, они не принадлежат к русской традиции. И именно поэтому они виновны в этих ужасных преступлениях. Вот они не принадлежат русской, они из России, но не принадлежат русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Вот интересно, мне стало настолько интересно, каким образом Франциск II мало того, что узнал о бурятах, но также узнал такую частность о нашем национальном характере, так скажем так. Вот узнал о том, что буряты, оказывается, жестокие люди, потому что не принадлежат к российской, русской традиции. Дело в том, что папа по фамилии Берголью, он родом из Аргентины. Аргентина – это самая белая страна во всех Америках, в обеих Америках. Там практически не осталось индейцев. Их практически всех истребили. И этот потомок испанских конкистадоров решил, что он имеет моральное право совершенно бездоказательно обвинять народы, о которых он ничего не знает, в особой жестокости. Представитель церкви – глава римской католической церкви, которая не считает, что они несут какую-то вину в мученической смерти тысяч людей, миллионов людей. Церкви, которая запятнала себя актами геноцида против целых народов, целых племен, которые были просто стерты с лица земли. Церкви, которая до сих пор стыдливо скрывает преступления, которые совершили совершенно недавно и до сих пор совершают представители этой церкви против детей. То есть замалчивает случай педофилий, пытается заткнуть рот людям, которые борются с этим постыдным явлением, которое покрывает этих преступников-священников. Церковь, которая виновна в геноциде против коренного населения Северной Америки, которая убивала детей, индейцев. Вот эти так называемые бодинг-скулс, там есть кладбище, на месте этих бодинг-скулс есть кладбище индейских детей, которые умерли и, можно сказать, были убиты представителями католической церкви. Так вот, глава католической церкви обвиняет абсолютно бездоказательно чеченцев и бурят в особой жестокости. Когда я была в Риме, я разговаривала со своей соплеменницей, это монгольская бурятка, которая живёт в Риме достаточно долго, и она сказала мне, что весной по итальянскому телевидению прозвучала новость о том, что в буче отличились особой жестокостью буряты. То есть, преступление в буче приписали бурятам. Я знаю, откуда идёт эта ложь. Эта ложь идёт со слов уполномоченной по правам человека Украины Денисовой. И в результате того, что её слова не были подтверждены абсолютно, она была уволена. Однако дело её живёт. И недавно Генпрокуратура Украины обнародовала результаты расследования преступлений в буче, и были названы виновники этих преступлений. И вопреки всему, о чём твердит российская пропаганда, о чём твердят российские блогеры и так называемые, я говорю так называемые либералы, потому что не все, естественно, но есть такие люди, которые повторяют эту ложь. И также некоторые украинские блогеры и журналисты, я их называю агенты Кремля в Украине, такие как блогер Анатолич, такие как Золкин, такие как Гордон и так далее. Вот несмотря на все их инсинуации, ни одной бурятской фамилии среди этих преступников нет. Этими преступниками оказались десантники из Пскова. Так вот, интересно то, что Папа Римский, не проверив абсолютно, не приведя никаких доказательств, как базарная баба, просто повторяет слова «уволенный за враньё Денисовой». К сожалению, видимо, таков уровень Римской Католической Церкви, которую возглавляет в настоящий момент Папа Франциск II. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.